Вебинар будет доступен на нашем сайте в течение суток-двое после проведения вебинара. Ну и, наверное, начнем работать с заявителями, как собрать хорошие заявки на конкурс. На что следует обратить внимание, на какие этапы обратить внимание при работе с заявителями? Это, конечно, объявление конкурса, потому что если мы не распространим нашу информацию о конкурсе, то мы можем вообще не получить заявок на конкурс, который мы проводим. Это, конечно, работа с потенциальными участниками конкурса, работа уже с потенциальными победителями и победителями в дальнейшем, и, конечно, мониторинг проекта. Ну и немножко поподробнее про распространение информации объявления о конкурсе с вами, наверное, уже говорил Владимир Вайнер на предыдущем, но мы немножко здесь... Я расскажу о нюансах, возможно, какие мы сталкиваемся и что мы делаем в нашем центре. При объявлении конкурса мы открываем, естественно, специальный раздел на нашем сайте, разделе «Текущие конкурсы» или «Конкурсы и гранты», где размещается подробная информация о процедурах проведения конкурса, положении конкурса, форме заявки, требования и рекомендации по заполнению заявок. Следующий шаг – это, конечно, информирование через СМИ. Здесь у вас должны быть подготовлены определенные списки изданий, изданий как электронных, так и печатных, если у вас есть возможность печатать электронные, иногда бесплатные, партнеры к себе заполучить и не упускать возможности распространения по соцсетям. Мы также распространяем информацию о конкурсе в МКУ-учреждениях по рассылкам, которые у нас имеются. Кроме этого, электронные адреса можно достать, во всяком случае у нас есть на сайте департаментов основные электронные адреса о всех учреждениях, есть на сайтах, поэтому можно браться оттуда и отправлять. Кроме этого, мы объявляем конкурс через профильные комитеты, то есть мы с ними дружим и отправляем им информацию о конкурсе, направляем им, они в свою очередь отправляют своим подопечным, если можно так сказать. Если говорить о информировании участников предыдущих конкурсов, здесь, когда имеет смысл при регистрации завести определенную базу данных ваших участников с электронными адресами, и по листу регистрации немножко поговорим позже, тогда проще отправлять информацию для участников. Кроме того, ранее мы применяли звонки, потому что не было возможности у некоторых организаций, не было возможности доступа в интернет, поэтому мы звонили напрямую организациям и предупреждали о том, что объявлен тот или иной конкурс. Информация о конкурсе у нас уходит с нашего сайта, у нас есть подписка на рассылку, и те, кто подписан на эту рассылку, получают информацию о наших конкурсах в тот же день, когда объявление появляется у нас на сайте. Если мы говорим, кроме этого, вот про специальные мероприятия, что здесь имеется в виду? Специальные мероприятия, это, конечно, различные презентации конкурса, где мы подробно рассказываем о приоритетах конкурса, о целях и задачах конкурса, на котором можно, кстати, это может быть как специальное мероприятие, организованное в рамках конкурса, это может быть мероприятие, которое приурочено в рамках какого-то мероприятия ваших партнеров, то есть попросить допустить вас на это мероприятие, рассказать о конкурсе, либо это может быть презентация в виде информационных листов, отправлено на, опять же, на каком-то публичном мероприятии, либо в качестве презентации электронной, когда вы рассказываете в подробностях, о приоритетах, задачах конкурса и говорите о том, об условиях. В специальных мероприятиях также могут иметь место быть вебинары или записи видео, когда вы также рассказываете об условиях конкурса, о приоритетах и условиях и вывешено на сайте, на вашем сайте, на ресурсе, если нет сайта, в социальных сетях, на страничке вашей организации и так далее. Следующий этап – это работа с потенциальными участниками конкурса. Здесь, чтобы нам получить заявки, которые отвечают приоритетам конкурса, потребностям донора, правильно заполненные заявки, а также качественные заявки, мы должны с вами тесно работать с нашими потенциальными участниками. В первую очередь, это, конечно, семинар по соцпроектированию. В идеале, если вы не проводите его раз в год, только в рамках вашего конкурса, а вы приглашаете ваших потенциальных клиентов, устраиваете какие-то специальные семинары. В идеале, если это семинар не полуторачасовой, двухчасовой, когда мы рассказываем Галупом и Европам, и рассказываем о том, как написать заявку или подготовить проект, а полноценный семинар, тренинг двух-трех дней, когда у людей есть возможность практиковаться, писать какие-то мини-проекты, гранты, обсудить и прочее. Семинары по соцпроектированию, да, как в рамках конкурса, так и вне рамок конкурса. Тогда мы для себя нарабатываем потенциальных грантописцев. Кроме этого, семинары по подготовке заявки на конкурс. Здесь это также немаловажно. В рамках конкурса объявляются всегда, во всяком случае, мы подготовим семинары. Они проводятся как специальными мероприятиями. Если это городской конкурс, мы приглашаем всех участников и очно с ними общаемся, рассказываем им о приоритетах конкурса, об условиях. Мы можем обсудить предыдущие проекты участников, обсудить идеи, что также позволяет нам получить достаточно интересные заявки на конкурс. Кроме этого, здесь также имеют место быть и вебинары, и видеозаписи, и, как я уже сказала, очные семинары. Индивидуальное консультирование. Здесь мы должны предусмотреть и это, потому что зачастую организации, которые уже достаточно опытные, порой не приходят на такие семинары, не слушают их, но готовы прийти на консультацию и, возможно, необходимо проконсультировать в каких-то узких направлениях по конкурсной заявке, по проекту непосредственно. Индивидуальное консультирование. Мы объявляем о том, что это проводится в рамках конкурса и вне рамок конкурса, если люди готовы подходить к своей работе как к проектной. Поэтому, как мы все знаем, что заявка – это не есть проект. То есть проект готовится заранее, и потом заявка – это просто письменное оформление вашего проекта. По моему опыту люди путают эти понятия и пишут проект уже на моменте заполнения заявки. Практически на коленках. Потом у нас возникают вопросы, почему наша заявка не прошла. Поэтому важно донести до наших потенциальных участников эту разницу, научить их пользоваться этими инструментами. И тогда мы сможем иметь интересные качественные заявки. Что имеется под специальными мероприятиями? Как я уже сказала, что достаточно опытные организации, которые неоднократно участвуют в конкурсах, выигрывают их. И у них случаются такие моменты, когда уже нет вдохновения, если можно так сказать. И поэтому можно организовывать, и мы такие мероприятия организовываем, специальные для опытных участников. Это могут быть и тематические завтраки, где мы приглашаем интересных людей в бизнес, которые могут выступить в качестве партнеров для наших организаций. Обсуждаем определенную тему, обсуждаем, может быть, проекты, которые связаны с этой тематикой. Соответственно, появляются идеи, обсуждаем идеи, люди знакомятся, если кто-то не знаком, находят себе партнеров и находят новые идеи и проекты. Поэтому данное мероприятие, наверное, имеет смысл включать для тех, кто уже достаточно опытен в написании проектов и подготовке заявок. Следующим этапом, наверное, работы с потенциальными участниками конкурса это прием заявок на конкурс. Здесь, я должна вам сказать, есть очень много подводных камней, с которыми мы сталкивались. Во-первых, вы должны понимать, что есть разные варианты приема заявок. То есть мы практиковали и прием заявок в офисе, и электронный прием заявок. Поэтому здесь есть некоторые нюансы. По поводу приема заявок в офисе. Здесь вы должны понимать, что обязательно должен быть реестр принятых заявок, где вы регистрируете каждую заявку и отмечаете о том, какие документы они принесли. По опыту хочу сказать, что наши организации, которые подают заявку, часто забывают предоставить обязательные документы, которые требуются при подаче заявок. Поэтому мы придумали, в общем-то, наверное, да, мы сначала писали, выдавали им справочки о том, что мы у них приняли эти заявки. Но, как показал опыт, люди все время забывают о том, что какие документы они не донесли, то есть это все время чехарда. Поэтому мы придумали вот, такое, не знаю, вам, наверное, плохо здесь будет видно. Придумали такой документ, документ, который мы прикладываем и отдаем вместе с формой заявки. Это список документов, предоставленных на конкурсе. Здесь представлен пример силы новых дел на конкурс, где организация самостоятельно, да, имеет такой некий чек-лист, который при подготовке формирования документов, он отмечает, они приносят нам двух экземпляров его. Один экземпляр мы подписываем. И очень мелко, да, очень мелко, но если вы, еще раз говорю, что если вам нужно будет какие-то документы, вы можете запросить по электронному адресу, и мы вам все это предоставим. Как я уже сказала, что этот документ не приносит нам двух экземпляров. Один экземпляр мы оставляем себе, то есть делаем, ставим галочки при определенных документах, второе, отдаем им, тем самым это служит как справка о принятии заявки, чек-лист о тех документах, которые мы приняли, которых нет, то есть что они должны донести. И внизу ставится присвоенный номер заявки и дата приема. Если у вас есть электронный прием заявок, вы ведете электронный прием заявок, вот здесь представлен формат, примерный формат, опять же мелко, к сожалению, да, таблицы регистрации участников на конкурс, но опять же хочу вам сказать, что если вы ведете электронный прием заявок на электронной почте, то рекомендую вам завести отдельный, отдельный адрес для конкурса, так будет легче отследить поданные заявки, это во-первых, и во-вторых, почта, которая присылается нашими участниками, не засоряет вашу личную почту офисную. Кроме того, если у вас корпоративная почта и есть вероятность того, что у вас ограничен трафик пропускной, вашей почты, наши участники конкурсов иногда сканируют, если мы принимаем их в электронном заявке, в электронном виде большого объема, и у нас есть опыт того, что заявки блокируют всю почту и, соответственно, все заявки, которые идут после нее. Поэтому либо почту на бесплатном каком-то хвосте, отдельно, еще раз повторю, что это вам позволит отследить ваши заявки. Кроме этого, если вы ведете электронный прием заявок, вам в положении, чтобы предупредить повторный подсыл заявок, это тоже из опыта, я говорю, что организации, не дождавшись ответа о присвоении заявки, начинают слать одну, вторую, третью почту, а когда огромное количество заявок, ты начинаешь просто регистрировать, не обращая внимания на то, что заявка уже была, и обнаруживаешь это уже после того, как ты готовишь документы для экспертов, что заявка зарегистрирована, оказывается, у нас три, а то и четыре раза. Поэтому в положении следует предварить такое положение и указать, что они не должны вам отправлять повторные заявки, не дождавшись тогда определенной даты подтверждения того, что их заявка принята, зарегистрирована и так далее. Ну и, конечно, очень внимательно. Чем удобна эта форма? Она в Excel, мы заполняем ее в Excel, если это электронная регистрация, если это заявки в офис, то это приходится, конечно, перебивать дополнительно, но удобна она чем? Здесь есть номер по порядку, номер заявки. Если у вас региональный конкурс, указывается регион, название проекта, область или субъект, откуда пришла заявка, также город, полное название, контактная информация организации и руководителя проекта, краткое описание проекта и запрашиваемую сумму. Из этой таблицы потом очень просто ее переделывать в списки победителей и, естественно, у вас сохраняется база данных, по которой вы можете делать рассылку, приглашать участников. Кроме того, вы так, объявление конкурса, это я уже перелеснула, не туда, почему-то. Так, это то, что касается приема заявок. Ну и, конечно, после того, как мы про экспертизу с вами будут говорить мои коллеги. Сейчас на этом я не буду останавливать ваше внимание. И работа с победителями. Если есть какие-то вопросы, вы можете задавать, не стесняться. Работа с победителями. Здесь, конечно, после экспертизы заявки и после экспертизы заявок, после оценок их экспертами, есть ли оставлены какие-то замечания, заявка. Прошла предварительный отбор, но у нее есть замечания. Здесь мы начинаем доработку с учетом замечаний экспертов. Сейчас, в наш век электроники, кибернетики, автоматики, мы всегда просим указывать в заявках мобильный телефон и электронный адрес, независимо от того, есть ли личный адрес у руководителя проекта. То есть электронный адрес желателен, потому что сейчас вся переписка, все контакты ведется через электронную почту, согласование и так далее. Поэтому вот на семинарах, когда мы проводим семинары по подготовке заявки, мы всегда на этом акцентируем внимание, чтобы у нас не было потом проблем с перепиской. Участников много, каждому обзвонить просто нереально, поэтому по рассылочке отправляем тем, кто у нас прошел предварительный отбор, готовятся, естественно, отдельные письма с замечаниями, рекомендациями и просьбами от экспертов, указываются сроки и отправляются по электронной почте. если вы работаете с этими участниками уже давно, вы примерно понимаете, кто у вас может зависеть, поэтому, естественно, мы всегда дополнительно прозваниваем этих людей, что получили или нет и ждем к определенному числу и дате ваши ответы. При необходимости, конечно, это повторная экспертиза идет, если у экспертов были серьезные замечания с заявками повторной экспертизы заявок. После того, как все процедуры пройдены, экспертиза заявок закончилась, победители утверждены и подобраны, мы должны провести установочный семинар или семинар по управлению проектов. мы проводим также их в разных вариантах в качестве либо скайп-колов, либо для участников отдаленных территорий, где есть, слава богу, в рамках наших конкурсов в отдаленных территориях некоторые организации наших проектов получили возможность на базе библиотек организовать такие встречи онлайн. Поэтому скайп-кол собирается в библиотеке, мы говорим о том, как нужно управлять проектом, что для этого требуется, команда образования, бухгалтерский учет и так далее. если мы говорим о проекте, который проводится на город, то есть все получатели местные, конечно, лучше пригласить их к вам в офис, если это позволяет офис, либо в отдельном помещении, может быть, даже договориться о семинаре в каком-то из учреждений, которое вас является победителем, если у них есть место провести семинар по. Мы проводим либо совместно бухгалтер-руководитель, либо раздельно для руководителей проектов и для бухгалтеров проектов, чтобы бухгалтера жаловались у нас, почему, зачем он слушает все остальное, но с другой стороны бухгалтер это тоже часть команды проекта, поэтому он должен понимать и знать, как будут проходить все процедуры, поэтому, конечно, лучше, когда вы приглашаете их вдвоем, и они у вас присутствуют на семинаре, слушают все ваши рекомендации и требования к победителям. заключение договоров это может быть либо после установочного семинара, но, как показывает практика, это удобно сделать, подготовить договоры до того, как вы провели семинар и уже на семинаре раздать им договоры и заодно приближаться по всем разделам договора, чтобы люди понимали вашу свою ответственность, что это все-таки договор, финансовый договор, хоть и беспроцентный, но и безвозвратный, поэтому, что они должны будут отчитаться вам за средства, которые они получают в рамках вашего гранта, ну и оговорить определенные условия в рамках их участия в конкурсе. Поэтому еще раз повторю, то есть договор, практика показывает, что договор лучше готовить заранее и уже на установочном семинаре раздать, если руководитель проекта является руководителем организации, может вас на месте уже подписать. Средства мы переводим уже после того, как договор естественно подписан по крайней мере со стороны грантополучателя, до этого момента средства не переводятся. По мониторингу проектов. После всех наших заключений с нашими заявителями заключение договоров перевода денежных средств для того, чтобы нам было удобно с ними общаться и контролировать, наверное, не совсем правильно, но быть в курсе того, что происходит у них в проектах, мы составляем сегодня календарный план ключевых мероприятий, при этом мы просим их уже довольно точно ориентироваться по датам, чтобы была возможность нашему пиар менеджеру, который занимался продвижением и распространением информации о конкурсе и о проектах, победивших конкурсе, о том, что они делают, была возможность подготовить какое-то информационное сообщение об этом мероприятии, потому что, как вы понимаете, в маленьких организациях возможности содержать, вернее, воплечь специалиста, который бы занимался пиаром очень сложно, поэтому мы говорим всегда о том, что пишите нам, присылайте информацию, мы вам поможем, у нас есть специальный человек обученный, который занимается этим, ну и конечно, если забудут они, не забудем мы, позвоним, посмотря на этот календарный план ключевых мероприятий. Кроме этого, это позволяет спланировать наши мониторинговые поездки в организации, которые нам интересны своей деятельностью или организации, проекты, которые мы чувствуем, что немножко отстают и требуют какой-то подпитки. Поэтому календарный план не мало важен. На этом вот так. Промежуточная отчетность крендополучателей это тоже своего рода мониторинг деятельности. Поэтому если даже у вас проекты на 4 месяца рекомендуем просить их прописывать это в договоре, предоставлять промежуточную отчетность. Это может быть не обязательно отчетность, которая предоставляется на бумажных носителях. Какой-то краткий отчет о том, что вы сделали, что потратили, чтобы было удобнее ориентироваться в том, насколько они успешно работают, встают, где и что какие у них западают. По поводу получения обратной связи это конечно новости о проектах, которые нам позволяют контролировать наш календарный план ключевых мероприятий и анкетирование на выявление потребностей. обратная связь, вы можете подготовить анкету и небольшую анкету с открытыми ответами, которые вам позволят выявить какие-то слабые моменты и позволят выявить потребности ваших непосредственных клиентов или участников конкурса, чего им не хватает и планировать вашу деятельность исходя из этого. Ну и сайт-визиты я уже говорила об этом чуть выше о том, что при мониторинге конечно сайт-визиты это не маловажно, то есть вы можете не ездить по всем проектам, вы можете составить себе план и по мере того, как вы общаетесь с организацией, потому что на нашем опыте мы общаемся с ними как минимум раз в неделю, раз в две недели. Я рекомендую вам закидывать их различными требованиями к отчетности и к информации, но вы должны им объяснить, что если у них есть какое-то ключевое мероприятие, они должны вам прислать предварительный анонс, или если вы видите, что они забывают, вы звоните и уточняете, будет он или нет, анонсируйте это мероприятие у себя в сетях либо по своим партнерам с ним, но и опять же не забываем о том, что они должны вам прислать информацию по итогам проведенного мероприятия и не помешает плюс одну, две, три фотографии с этого мероприятия. Ну и, как я уже сказала, мы находимся с организацией в довольно тесном контакте, как минимум раз в неделю мы звоним, спрашиваем о том, что у них происходит, интересуемся о мероприятиях, что позволяет нам держать руку на пульсе и выбирать наш сайт визиты в зависимости от того, как успешный или не успешный будет проект. вот, наверное, вот все, что я хотела вам сказать, если что-то вы не услышали, то я готова ответить на ваши вопросы, либо сейчас в эфире у нас еще есть немного времени, либо отправляйте письма на электронный адрес указанный, поэтому сейчас опять же небольшая информация и анонсы о том, что у вас есть возможности консультации, занимающейся организацией, проведением конкурса, эксперты готовы оказать взяческую помощь, как методическую, так и устную, поэтому обращайтесь на адрес указанный, который ниже. Ну и анонс следующего вебинара, он будет 9 декабря в 12 часов организация экспертизы заявок и ведущий Гудалин Вячеслав Юрьевич. Ну и это наши контакты, поэтому так, вот пришел вопрос, насколько корректно заключение договора руководителем организации победителя, руководителем проекта, если одно и то же лицо, в одном случае является заказчиком исполнителем. если вы являетесь руководителем организации и вы в рамках проекта и вы являетесь руководителем проекта, в рамках проекта у вас запланирована, вернее, заложена заработная плата на руководителя проекта, вы можете начисление этой заработной платы у себя в организации и провести по приказу, что вы исполняете в рамках такого проекта, исполняете обязанности руководителя проекта, и вам будут начисляться такой-то процент заработной платы. Если вы выступаете в качестве эксперта в каком-то из ваших мероприятий или как приглашенного эксперта на мероприятие, в данном случае вполне корректно заключить с вами договор, ГПД, так называемый, в теме договора должны быть прописаны все условия ваших выступлений либо отдельным техническим заданием, и заключайте договор не сами с собой, а с вторым лицом ваша организация, то есть заместитель директора, с нами заключают договор. Надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Спасибо. Ну и, наверное, надо прощаться. Мне уже говорят, что мне с вами вышло. Поэтому еще раз спасибо, что присутствовали и послушали меня. Надеюсь, информация, которую я вам рассказала, была для вас полезна. И еще раз скажу, что если у вас есть вопросы, вы можете написать нам на почту или звонить на телефон, который сейчас находится на вашем экране. Всего доброго. Надеюсь, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok